За то, чтобы на этой территории курорта появился парк, проголосовали горожане. Сказано – сделано. Стройка в разгаре. Администрация города ведет ежедневный контроль производимых работ. Территория занимает несколько километров, но вот 500-метровую зону решено облагородить ко дню города, чтобы сочинцы смогли оценить, насколько глобальный проект реализуется сегодня на Мацесте. Первая очередь – это полное восстановление набережной. Это левый берег реки Мацеста. Парапет, брусчатка, освещение, лавочки. Рядом будет у нас велосипедная дорожка. По второму этапу здесь будут расположены еще и площадки, мафы. И также будет продолжаться работа, чтобы мы дошли до здания Мацесты, как это раньше было. На данный момент мы работаем до моста Ворошиловского. Планируется, что у нас работы будут идти до берега моря. То есть это идея главы – соединить наш теренкур. То есть фактически эта дорожка планируется у нас как продолжение теренкура. Мы сейчас просим единственных жителей организовать субботники район, чтобы нам помочь в наведении просто обычного человеческого санитарного порядка, потому что территория большая. Благодаря парку новой набережной и пешеходным дорожкам будет обеспечена и пешеходная доступность аллеи Челтенхема. Это то, о чем давно мечтали местные жители. В целом строительство парка разделено на этапы. Первый будет сдан в преддверии Нового года. Старт второму этапу будет дан весной, как только наладится погода. А буквально через неделю можно будет увидеть фрагмент большой картины, которая будет радовать глаз и горожан, и гостей курорта. Для того, чтобы чуть порадовать наших жителей, первую часть, даже первого этапа, 500-метровую зону набережной, строители наши обещают сдать нам гню города. Силы, люди, техника, возможности, все для того, чтобы они выполнили этот проект и контракт в срок, все есть. На сегодняшний день мы рисков не видим. А гню города проведем праздничное мероприятие, откроем кусочек набережной, первую зону, и дальше до конца года работа также будет продолжаться. На территории парка могут появиться и спортивные объекты. С предложением расположить здесь скейт-парк, тренировочные площадки и даже бассейн в администрацию Сочи обратился Росспорт. Но на этом реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на курорте не заканчивается. Программа включает в себя создание как общественных территорий, так и дворовых. До конца года работа завершится в 12 городских дворах. В следующем году комфортную городскую среду в рамках федеральной программы планируют создать на 16 объектах. Каких именно, также определили сами горожане. Голосование проходило во всех районах Сочи. С дизайн-проектами, отмечают власти города, смогут ознакомиться все желающие.